Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвийен. Вот и лето, да? Вот и лето, и мы летом решили, даже одно видео я решила лицом записать, какое счастье вас скоро ждет, что хорошего по судьбе вам в ближайшем будущем. И гадать я буду на Таро Законопритяжение. Кстати, одна из ваших самых любимых колод, как вы помните. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Хорошо. Гадание будет небольшим, но интересным. Первая карта на позиции будет показывать, в каком аркане вы сегодня живете. Итак, значит, сейчас я достаю карты и сделаю так, чтобы вы их не видели, да? Хорошо. Первая, вторая, третья позиции. Выбирайте. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, вы у нас сегодня в аркане двойка мечей живете, а это значит, что вы хотите с кем-то о чем-то договориться, так скажем, ударить по рукам. Может быть, какой-то заключить контракт, союз, примирительный жест. Или даже бывает, что с клиентом, да, там договоренности какие-то. Может быть, продать квартиру, купить квартиру. То есть любые моменты, когда вы с кем-то ударяете по рукам и что-то подписываете. Или, может быть, с кем-то о чем-то договариваетесь, смиритесь, улучшаете отношения. Вообще двойка мечей – это карта в этой колоде, показывающая, что человек идет на уступки кому-то и старается быть как можно добрее, коммуникабельнее, интереснее для другого, чтобы он с ним мог общаться, сотрудничать, строить любые отношения. Если вы себя узнаете, давайте смотреть дальше. Что хорошего вам скоро по судьбе? Какое счастье вас скоро ждет? Давайте смотреть. И тут у нас, значит, вышла карта «Рыцарь мечей». Да, рыцарь мечей. Она… Так, Паш мечей, неправильно сказал Паш мечей. Она показывает, что в скором времени вы будете ловить свою удачу. То есть делать все для того, чтобы добиться, допустим, карьерного роста или какого-то повышения по социальной лестнице. И при этом вот эта карта, она всегда говорит о достижениях. То есть вы обязательно победите. И в этом будет ваше счастье. Но это счастье достигается вашими собственными усилиями. Смотрим, что еще говорят карты. Мы здесь видим карту «Шестерка кубков». Между прочим, на что-то, на получение какого-то счастья, чего-то хорошего у вас ограниченное количество времени. Высшие силы буквально вас предупреждают. Хватай прямо сейчас и неси это свое, свою добычу. Иначе потом ты можешь просто не успеть. Скорее всего, дело касается либо разговора о чувствах. То есть если вы вовремя скажете о своих внутренних чувствах, переживаниях, о своей любви или, допустим, о своих каких-то претензиях, то выясните с человеком отношения или поймете, что вас любят взаимно и вас ожидают большое счастье в личной жизни. Либо, допустим, на работе нужно вовремя сказать, что начальник должен вам добавить зарплату, повысить вас. То есть нужно сделать что-то вовремя. Скорее всего, именно разговор или куда-то вовремя прийти. И там вас ожидают большое счастье. Задумайтесь, что это может быть, что вы откладывали, не делаете. Может, уже некоторое время, да? И что вам обязательно нужно сделать, иначе вы это упустите. Хорошо, смотрим еще. Смотрим еще. Я здесь вижу карту «Четверка мечей». В чем-то вы в жизни были ограничены, в чем-то вы в жизни были как будто под закрытой колбой. Такое бывает. Под колпаком живешь, есть перспективы, ты их даже через стекло видишь, но схватить не можешь. То есть ты не можешь сделать так, чтобы эти перспективы были реализованы. Как будто связан человек по рукам и ногам, ограничен. Кто-то пытается контролировать. Так вот, скоро этот контроль ослабнет или уйдет совсем. Вас перестанут ограничивать. И вы сможете делать все, что в жизни вы хотите. От чего вы можете быть счастливы. Всего этого вы будете добиваться. Ну, вот такой вот интересный первый расклад. Хорошо. А мы идем с вами дальше, к позиции номер два. Итак, сначала мы посмотрим, в каком аркане вы сейчас находитесь. И это у нас аркан Паш Кубков. Паш Кубков показывает, что вы сейчас в стадии, когда вам либо скоро подарят подарок, либо уже подарили, да, или окажут знак внимания, признаются в любви. К вам кто-то идет, так скажем, на встречу в ваших отношениях, делает вам, не знаю, примирительный жест или пытается рассказать о своих чувствах, о том, как положительно к вам настроен человек. Либо это вы. Это вы кому-то высказываете свои чувства, пытаетесь сделать сюрприз в виде подарка, знака внимания, прийти на свидание, прийти в гости, да, но и вас там принимают радушно. Вот, кстати, эта карта, она всегда показывает именно взаимные отношения, взаимные чувства. И поэтому вы находитесь в стадии любви и обожания. И это значит, что вы цветете, у вас в душе настоящая весна. И, конечно, это очень хорошо. Вы сегодня человек дружелюбный, нежный, приятный, любвеобильный и коммуникабельный, и все люди вас замечают вокруг и говорят, ну какой же милый человек, если вы себя узнаете. Смотрите, смотрим, какое счастье вас скоро ждет, какая радость в жизни. Что хорошего вам по судьбе? Итак, что хорошего по судьбе? Здесь у нас карта «Восьмерка жезлов». Восьмерка жезлов показывает, что в скором времени вы, так скажем, замешаете свое тесто. То есть начнется какая-то такая жизненная ситуация, где идет достижение ваших целей, развития. Причем вы должны будете предпринимать для этого активные действия. Вы получите хорошие новости, которые подтолкнут вас к тому, чтобы начать действовать. У вас есть уже наметки, у вас есть уже интересные идеи, которые вы будете притворять в жизнь. И у вас это будет очень хорошо и активно получаться. А еще все потом скажут, как хорошо вы это делаете. Как у вас хорошо это получается. И, кстати, конечно, это карта поваров. То есть людей, которые связаны как-то с поварским искусством, своей профессией, увлечением, хобби, в том числе кондитеры. И если вы связаны профессией с этим делом, вас ждет невероятный успех, потому что эта карта – знак для вас. И пойдет много клиентов, или увеличение дохода, или возьмут в прекрасное место работать. Поэтому радуйтесь. Так, теперь смотрим карту номер два. Что хорошего вам скоро по судьбе? Какое счастье вас ждет? Четверка жезлов. Отдых на солнышке. Пикник. Прекрасное времяпрепровождение. Вот, кстати, эта карта, она всегда показывает отпуск. Вы поедете в отпуск или куда-то пойдете, где вам будет очень хорошо, приятно. Ну, может быть, даже в том месте, где вы живете. Но главное, что это отдых от работы. Смотрите, сначала вы кашу заварили, поработали, тесто замесили, у вас все получилось, вас похвалили. Потом вы начинаете отдыхать. Поэтому карта солнца, карта радости, карта счастья, благополучия, душевного спокойствия, равновесия. Вам будет, знаете, так хочется будет обнять весь мир, да, просто. Может быть, вы будете отдыхать, проводить приятное время вместе со своим любимым человеком. А почему бы и нет? Хорошо. Третья карта. Давайте посмотрим. Итак, ага, восьмерка Пентаклей. А вот здесь дальше опять придется поработать или как-то развивать свою карьеру, учебу, бизнес. Идет какое-то деловое сотрудничество. Каждый хочет быть лучше, да, и вы в этой конкурентной среде покажете класс, покажете, какой вы классный профессионал или хороший делец, человек. И, конечно, у вас идет денежное прибавление, но благодаря росту в профессиональной деятельности вас могут повысить. Или вы можете достигнуть более высокого финансового дохода, да, то есть финансового результата по своей работе или деятельности, или даже хобби. Даже для блогеров эта карта все равно означает, да, есть лучше, хуже, но вы поднимаете свой уровень. Конечно, это очень хороший знак повышения благосостояния, но благодаря тому, что вы что-то делаете. Поэтому не делать здесь нельзя. Запомните это. Ну, вот такая у нас вторая позиция. Итак, а мы переходим к третьей позиции. Что хорошего вам скоро по судьбе? Какое счастье вас скоро ждет? И первая карта покажет, в каком аркане вы находитесь. Так, двойка Пентаклей. Вы знаете, вы как будто что-то изучаете сейчас в жизни. Вот смотрите. Во-первых, вы выбираете направление. А куда вам пойти? Где правильное направление? Во-вторых, вы изучаете, может быть, даже, ну не знаю, какой-то чужой город, страну. Почему бы и нет? Или планируете свою жизнь в другом месте. Собираетесь переезжать или уже переехали. Но самое главное определиться, направо пойти или налево. То есть вы в состоянии колебания выбора находитесь, да? И вам нужно определиться, понять, где именно ваше направление по судьбе, где вам будет лучше, как вам лучше действовать. Может быть, одно из двух действий, как лучше выбрать, да? И вы обязательно должны это сделать в скором времени, потому что иначе вы так и простоите, выбирая свое направление. Помните об этом. Хорошо? Хорошо, если вы себя узнали, давайте посмотрим, какое счастье вас скоро ждет и что хорошего вам по судьбе. Итак, мы здесь видим рыцарь мечей. Рыцарь мечей показывает встречу с очень активным человеком, мужчиной или проявление своей жизненной активности. Попытайтесь достигнуть всех целей, да, особенно в работе. Эта карта говорит о том, что вы действуете прямо. То есть если у вас есть какие-то, не знаю, конкуренты, обидчики, вы скажете им об этом прямо. Если у вас есть на работе, да, там желание продвинуться, вы скажете начальнику об этом прямо. Если мужчина появляется перед вами, то он будет человек абсолютно такой прямой, да? Все говорит в лицо, все сразу же у него видно по лицу, понятно, хорошее настроение, плохое. Возможно, он знака воздуха, с асцендентом в воздухе, или это козерог, или вот часто очень даже бывает скорпион, но порывистый такой, импульсивный. И вы знаете, этот человек, он может что-то изменить в вашей жизни в лучшую сторону, особенно своим примером, потому что такой человек действительно яркий, да? Он не признает, может быть, фальшивости какой-то в людях, и он вас этому учит, что заявляя о своих желаниях, говори прямо. То есть вот так вот прям проявляет инициативу даже к вам в жизни. Это я под черёбухой сижу. Так, следующая карта у нас с вами — это рыцарь Пентакли. Конечно же, вас ждёт прибавление денег. Особенно, кстати, если ваша работа связана с компьютерами, офисной работой, то это говорит о невероятном успехе в вашей работе и прибавлении финансовом. Но даже если нет, эта карта всегда говорит о росте доходов. Однако благодаря вашему труду, упорству, вы до этого хорошо потрудились, вы до этого что-то предпринимали, и это будет вашим результатом. Вашим результатом. Люди мимо на велосипедах ездят. И поэтому вот эта карта, она показывает вот такие, знаете, даже иногда бессонные трудовые ночи, а потом большие, конечно, деньги, да, большие деньги. Так, смотрим дальше. Следующая карта у нас — это семёрка Пентакли. Да, эта карта показывает время после собрания. Что-то решили. Вот вы знаете, да, результат. Что-то решили. Вот какое-то принятое решение, может быть, даже коллективно, очень сильно повлияет положительно на вас. Вы скажете, ну это успех, ну это большая радость для меня, да. Да, наконец-то я достиг этого, я счастливчик, да, счастливчик. Потому что на собрании или на семейном там сборище-коллективе это решили и в мою пользу. То есть, допустим, может быть, совет директоров там, да, в большой фирме, и решат, что вас надо повысить или поставить начальником. Или в семье, да, собираются и там говорят, ну вот мы решили там разделить там между вами большие суммы, там, да, и вот вам достается вот крупная сумма какая-то или там недвижимость или еще что-то. Или мы там решаем в твою пользу, как ты будешь сочетаться браком или еще что-нибудь. Поэтому вы скажете, что вот результат того, что люди посовещались и решили, это очень для вас хороший результат. И что вы счастливы от того, что они решили именно так. Ну вот такие у нас были сегодня три позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!